Сейчас я подумаю, как начать вступление. Сегодня я не зря позвала Олю в гости. Давай ещё раз. В моей студии сегодня находится Ольга Глосс. Ольга, вам слово. Сегодня я не зря пригласила в гости Олю, потому что мы вместе... Да боже. Сегодня неспроста на моём канале Оля, потому что мы вместе... Да боже, что такое? Гимнастика вот эта. Сегодня не просто так Оля со мной в кадре, потому что мы вместе будем с ней обсуждать грядущие релизы косметики. И обсуждать, и... Нет, я не хочу тебя перебивать, твои подписчики скажут, что это говно. Всё равно все... Ну ладно, допустим, не все, но... Видишь, вот, вот этот, вот этот, вот этот, и вот этот. Блин, ты в 4К снимаешь? Да. А что? Что такое? Сегодня не зря у меня в гостях Оля, потому что мы вместе с ней будем обсуждать грядущие релизы косметики. Посмотрим, что интересное, что не очень интересное, на что стоит тратить деньги, на что не стоит тратить деньги, ну, по крайней мере, по нашему мнению. Да, и очень интересно, что будет мнение двух людей, потому что что-то для Иры может быть суперинтересно, а для меня так, и наоборот. И начать я хочу с масс-маркета, потому что в масс-маркете для меня лично долгое время не было ничего очень интересного, и я сейчас говорю именно о марках L'Oreal и Maybelline. Казалось бы, это такие гиганты вообще масс-маркета, но почему-то вот у них для меня лично не было вот каких-то интересных релизов. L'Oreal уже, по-моему, недавно вышла палетка, которая называется Cherry My Cherie, и, на мой взгляд, она уже, в принципе, намного интереснее того, что L'Oreal выпускал до этого. Основные оттенки теплые, это как раз то, что диктует мода последние годы, но для тех, кто больше любит классику, они выпускают палетку, которая называется Enchanted Paradise, и она будет доступна в мае, она выходит в мае, и там действительно вот все собраны оттенки, которые базовые, то есть она вся такая нейтральная, гамма очень приглушенная, такая вот не страшная, и в то же время применимая в жизни. Да, применимая в жизни, и там матовые оттенки все, которые нужны, и там есть. Да, кстати, я тоже обратила внимание, то есть если в той порядке больше были сатиновые оттенки для каких-то, может быть, ну, не спецэффектов, но для определенного эффекта, а там есть уже и хорошие оттенки для затемнения, для, как ты сказала, транзитных оттенков. Да, и в том числе, там не только матовая палетка, то есть там есть еще и металлические тени, сатиновые тени, то есть в принципе для меня этот релиз достаточно интересный. И конкретно эту палетку я бы, например, себе купила. Maybelline, кстати, тоже не отстает, у них в последнее время много интересных новинок, кстати, я недавно на своем канале делала обзор на тональную основу Maybelline, если вы не видели, обязательно посмотрите, и также мы с Олей делали сегодня обзор на новый хайлайтер Master Chrome, и если вы хотите посмотреть это видео, то переходите на канал Оли, посмотрите видео, поставьте ей лайк, оставьте комментарий, подпишитесь на канал, в общем-то обязательно это сделайте. А что касается конкретно палетки Maybelline, которая тоже вскоре выйдет, она называется Lemonade Craze, и вот прям она очень интересно выглядит, согласись, там и расположение такое нестандартное оттенки, и в то же время тоже все нужные оттенки там есть. Да, но они в общем-то продолжили эту тему, вот выходили палетки в коллаборации с Джи Джи Хадид, там тоже было интересное такое размещение рефилов, и здесь мне нравится, что есть желтый цвет, да, это нестандартный вообще для нас маркетов, в принципе, да, неоново-красный, такие хорошо рыжие оттенки, ну как ржавчина, наверное, то есть то, что, ну, скажем так, не для каждой девушки, но для экспериментов, блин, почему нет? Ты видела последний релиз Fenty Beauty? Ты имеешь в виду вот это... Вот это вот... Я считаю, в принципе, что для какого-то спецэффекта, возможно, это имеет место быть. Да, но это уже такое, знаешь, выкачивание денег с бренда, мне кажется, то есть уже... Мне кажется, это просто уже они настолько доят вот эту вот тему сияния, что вот просто сияние уже должно быть просто везде, скоро будут хайлайтеры для ушей, я не знаю, хайлайтеры для волос, хайлайтеры для... Мне кажется, что уже в определенный момент нужно уметь остановиться, потому что сейчас, ну вот скажите, кто у нас, например, в наших реалиях будет покрывать все тело вот хайлайтером. Причем там достаточно крупные блестки, я бы сказала, это не какое-то там свечение, это откровенно блестки, причем я видела несколько обзоров, говорят, что оно липнет. Да, оно... Кому нравится вообще быть липким, но при этом блестящим? И мне, кстати, очень понравилась идея с вот этим пушком, выглядит потрясающе, ну просто, ну насколько это бесполезно. Вот это мне напоминает вот эту мохнатку на диктофоне. Да, можно глиттера насыпать. 20 апреля тоже выйдет просто сумасшедший новый релиз от Kat Von D, она выпускает целую линейку продуктов для бровей, и ладно бы просто продуктов для бровей, но вы посмотрите, какие оттенки будут представлены в этой линейке. Вообще в трендах этого года цветные брови, но это все сделано, видимо, для того, что в трендах того года были цветные волосы, поэтому, чтобы как-то все гармонировало, здесь ты просто рисуешь себе цветные брови. Да, то есть Kat Von D действительно всегда удивляет тем, что она пытается занять какую-то уникальную нишу, и она всегда предлагает продукты, которые вот до этого практически никто никогда не делал, и действительно это революционно, потому что я часто замечаю, что если, например, у девушки фиолетовые волосы, к примеру, то брови она тоже старается тенями подводить, какими-то нежно-розовыми, или какие-то разные варианты, фиолетовыми как бы цветами, а здесь вот конкретно продукт для бровей, но он того оттенка, который вам нужен там под ваши какие-то волосы. Причем обрати внимание, какие неоновые оттенки, то есть так, чтобы все-таки было видно, какого цвета у тебя брови. Обычные оттенки в линейке тоже будут присутствовать, которые подходят для классических оттенков волос, и что тоже у нее интересно, у нее есть еще и белая помадка для бровей, которую можно разбавлять с другими. Помимо этого у нее также выходят тени для бровей и карандаши для бровей, но там классические оттенки, там вот таких вот сумасшедших нет. Лично для меня очень интересный релиз, это палетка Ким Кардашьян в коллаборации с ее постоянным визажистом Марио. Мне нравится, что там есть и обычные оттенки, можно так сказать, носибельные, но также есть там потрясающий синий практически, как Ирин Фон, и по секрету Ира себе ее заказала, поэтому обязательно ждите обзор. Я от Марио не ожидала ничего другого, я практически была полностью уверена, когда он еще год назад или полтора года назад объявил о том, что будет такая коллаборация, я сразу представила вот эти вот оттенки, и синий в том числе, потому что это те макияжи, которые и носила сама Ким, который он ей создавал, и из таких вот более сумасшедших оттенков у нее только синий был, поэтому я так и думала, что будет какой-то синий оттенок и какие-то вот такие вот песочные, нейтральная гамма, теплая гамма, но я такое очень люблю, и судя по первым отзывам, которые уже есть в Америке, это очень интересная палетка, то есть она никого не разочаровала, и это первый релиз KKW, который меня реально вот заинтересовало. Вот аналогично, да, потому что все вот эти стики непонятные, да даже консилеры, это как-то все... И что немаловажно, бренд KKW славится тем, что они очень мало продукта дают за те деньги, за которые это все продается, но здесь в палетке вес абсолютно нормальный, то есть там хороший вес этих теней, то есть нет впечатления, что ты заплатил кучу денег и вообще ничего не получил. Ну, в общем-то, как и было с контурирующим стиком, где люди говорили, что типа 20 раз попользовались, и он закончился, ну типа что? Ну да, и также пудры, которые недавно вышли для зоны под глазами, они размера теней просто, но в то же время, видишь, Ким, она поступила таким образом, что она цены не делает космическими, она просто пытается все-таки сохранить, сохранить цену адекватную, но просто дает из-за этого меньше продукта. Наверное, на этом все, потому что новинок очень много, но то, за что хочется зацепиться и то, что хочется обсудить, на самом деле этого очень мало. Но мы старались для вас подобрать именно самое актуальное, самое интересное. Надеюсь, что вам понравилась наша подборка. Обязательно напишите в комментариях, что вас заинтересовало, вот на что бы вы захотели потратить деньги, а что вообще абсолютно мимо кассы. Даже не из того, что мы обсуждали, а вообще вот просто. Может, мы что-то пропустили. Да, может быть, мы какую-то интересную новинку пропустили. Обязательно об этом пишите в комментариях. А на этом мы будем заканчивать видео. Обязательно переходите на видео к Оле и посмотрите на обзор хайлайтера, который сейчас... Там есть на что посмотреть. Да, там есть на что посмотреть, потому что это не просто обзор, там целые скандалы, интриги, расследования. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, или это нравится. Инфа 100%. И, конечно же, подписывайтесь на ее канал. И до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok